Доброго времени суток. Давайте посмотрим город Чубуев, Харьковская область. Какое-то движение в том направлении идёт. Прилёты там, обстрелы. Всё как-то потихоньку. Начинает двигаться, потряхивать, наверное, направление восточное. Ну давайте посмотрим Чубуев. Можно сказать, что на данный момент люди объединяются, друг друга поддерживают. Главное объединяются с теми, кому вы доверяете, кто вас не обманет. Что там за ситуация сейчас в Чубуеве? События начинают набирать ход. Но пока такая какая-то ситуация в Чубуеве безвыходная. В каком-то тупиковом положении. И сам город, и все, кто там находится. И вполне возможно, что и военные. Ну готовиться к обороне, это понятно. Но при этом ещё и какие-то идут договорённости между кем-то и кем-то. Может быть, между администрацией городской и военными. Может быть, между одними военными и другими. Какими-то уже идут вот эти вот переговоры. Ну давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше. Где-то вот в районе до 20 февраля посмотрим. Это всё условно. Это ни в коем случае не говорит о том, что прямо вот так вот всё и будет. Условно. До 20 февраля. Потом меня не доставали некоторые товарищи. Будут находиться в ожидании город и горожане, и военные, соответственно, кто там находится. Будет нанесён удар по городу. Будут разрушения, потери. И в живой среде мирных жителей вполне возможно. Но пропаганда будет работать, конечно, как всегда. Но при этом ситуация как-то вот подзависнет. Медленно будет раскручиваться. Может быть, будет ожидание более удачного момента какого-то. Медленно будут наблюдать за происходящими событиями. Придётся в городе от чего-то отказываться. И всем этим будет заправлять один товарищ мужчина. Но перемены, скорее всего, грядут. Они где-то на пороге. Откроется много возможностей. В районе Чугуева для кого-то. И кто-то будет двигаться к своим, к поставленным целям. Но кто и как и что, мы посмотрим уже дальше непосредственно. Я не люблю расклады, когда вот это вот смешано всё. Так как в Чугуеве находятся и военные, и гражданские. Вот как разобраться, кто куда и движется, кто чего планирует. Можно только предполагать. Но вот сейчас посмотрим конкретно, что в ВСУ. Как вот у них там складываются дела. Где-то вот 20 февраля где-нибудь так вот, как будут развиваться события для ВСУ. Опять же говорю, это условная дата. Всегда называется условная дата. Кстати, пересмотрела видео, которое делала на Сербию. Ну, отлично. Работает расклад. Я прям даже удивилась. Вы знаете, кто давно со мной знает, что я не пересматриваю свои расклады. Я записала, выложила и всё, он сам работает. Только удаляю гадкие какие-нибудь комментарии. Вот. А тут пересмотрела. Да. Пока всё так и идёт. Будем надеяться, что и дальше, в общем-то, эта ситуация там так и на нет и сойдёт совсем. Итак. Ну, ВСУ будут пытаться предпринимать различные такие агрессивные действия. Шаги какие-то. Но будет при этом ещё и какая-то конфликтная ситуация среди них самих в ВСУ. И ведётся очень серьёзный контроль от вышестоящих. Может быть, даже сам Зеленский старается следить, в чём я сомневаюсь. Но, во всяком случае, заложенный следит точно за событиями, которые происходят в районе Харькова. Но всё, что планировали в ВСУ до этого, окажется всего лишь иллюзией. То есть, ничего не сработает. И вынуждены будут в ВСУ, скорее всего, уходить из Чугуева. И искать более безопасное место. Во всяком случае, делать выбор им придётся. Причём, два варианта, которые, что тот нерадостный, что тот нерадостный. Кто-то будет уходить, а кто-то, может быть, будет складывать оружие. Но то, что будет постоянно что-то новое планировать, это точно. Но где ж без пропаганды. А жителям придётся быть очень аккуратными, чтобы не попасть в ловушку для ВСУшников. Чтобы они вами не прикрывались. Любят они это дело. А так будет, в общем-то, намерений много. Планов тоже новых много. Но вот именно в плане каких-то действий особо тут не видно. Будут дополнительные ресурсы вполне возможно стягиваться. Но сложатся обстоятельства для ВСУ так, что действовать они не смогут. Их просто возьмут за горло. На ресурсы-то будут рассчитывать, но маловероятно, что они дойдут. Будет, конечно, страшно. При этом будут открываться для них какие-то возможности. Может быть, возможности отхода. Может быть, возможности защищаться, как-то обороняться. То есть возможности будут появляться. И они будут огрызаться. Где-то даже, может быть, в чем-то и успешно. Но все равно это не даст того результата, который ожидают. Слишком большая сила будет на них надвигаться. Я удивилась. Я думала, всех ребят мобилизованные уже где-то распределены. И, оказывается, еще нет. Еще проходит обучение. Причем обучение очень серьезное. Придет новый план действий. При этом ВСУ будет предложено сложить оружие, но они будут отказываться. Много будет погибших среди ВСУ. И ресурсов у них будет недостаточно. Поэтому все-таки придется принимать решения. И, скорее всего, из города они будут уходить. То есть, ранее поставленные цели, к которым они шли, они останутся всего лишь эфемерными такими мыслями. Но не более того. Так. Как для российской армии будут складываться дела в это время? Когда начнутся боевые действия в районе Чугуева? Как будут для российской армии дела? Ну, боевые столкновения будут очень такими активными. И вполне возможно, что это будет именно вот эти вот артиллерийские, знаете, перестрелки идти. Но высшие силы будут российскую армию защищать. Порой будет непонятно, куда идти, что вообще может даже происходит вокруг. Но всегда будет лунная дорожка, которая будет четко указывать путь. Будут стараться как можно, ну, чтобы мирным путем решить вопрос Чугуевым. Будут, скорее всего, мобилизованные задействовать, будут проходить дополнительное обучение. Город, все, что там осталось от него с прошлых событий, будут стараться сохранить. Ну, насколько это возможно, терпеливо вытесняя ВСУ из города. Если вы заметили, наши ребята не идут в лоб, а потихоньку вытесняют. В конечном итоге закончится все благополучно. Хитрые многое будет использоваться. И командование будет, одно командование, четко руководить этими действиями. Будут, конечно, погибшие, к сожалению, но это неизбежно. Много будет задействовано различных ресурсов. Много придется отбивать этих воздушных дронов и так далее. Но когда ребята возьмут Чугуев, они просто пойдут уже дальше. Не задерживаясь, собирая вооружение, которое оставили в ВСУ. И постепенно уничтожая тех, кто будет попадаться по пути. И справедливость будет на стороне наших ребят. Перемены ждут наших ребят в районе Чугуева. То есть путь изменится. Будут договариваться с кем-то. Ну а тут, вот, ждет. То есть город уйдет под контроль России. Главное терпение, терпение, терпение. Какие могут быть опасные моменты в это время для самого города и оставшихся там жителей. Ну или тех, кто останется. Главное не зависать в прошлом. Пересмотреть все планы, которые не сработали. Что можно воплотить, что нет. В общем, пересмотр своей жизни предстоит многим. А так максимально будет благополучно. То есть в районе Чугуева действия начнутся в удачное время. И довольно-таки благополучно будет все проходить. Хотя могут быть, конечно, и прилеты сверху. Больше или меньше. Но город все-таки будет высшей силы стараться охранять. Хотя все равно, конечно, возможно разрушение и потери. Вот такой расклад получился на Чугуев. Сегодня как-то меня события на земном шаре малость подвыбили из колеи. Поэтому не обессудьте только вот этих два видео. Надо мне вот как-то собраться. Все как-то это... Пугает, наверное, что ли. Хотя никого не хочу других пугать. Для России все будет хорошо. Но то, что может надвигаться, уже началось какое-то движение, то, конечно, это жутко. Желаю нам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.